друзья здравствуйте с вами валерий буфсыновский хочется поделиться новостью вот я обновил свою ubuntu это виртуальный бокс потом virtual box ubuntu 16.04 до ubuntu 18.04 в принципе что здесь такого ну приятненькая версия мне нравится ну а те кто вообще когда-то был привык к винде вообще будет кайф ловить ну давайте смотреть вот эта боковая панель она осталась то есть все программы практически которые у меня были эти значки все остались то есть все работает вот это еще вот это что-то не очень то хочет работать ладно вот здесь внизу есть значок вот мы на него нажимаем у нас все приложения при этом найти очень удобно здесь конечно вот надо систем баг я при помощи нее однозначно сохранил 1604 то есть работает безукоризна все нормально сразу при входе открывается папка вот такие значки пока ничего не настраивал но те же вещи значит ребят я дам ссылку вот я делал по разным но у меня очень хорошо отработала вот это вот ссылочка спасибо этому парню в общем я дам ссылку на эту статью опять же если школы касается то ребят сначала где-то так пробуйте потому что для новичка не очень значит ребята здесь он описывает способ как ubuntu разработала способ обновления также как и debian то есть без нашего участия по сути дела мы по порядку вводим команды потом ставим менеджер и обновляем все пошел процесс только перед этим обязательно хранится хранить систем баг и проделываем все до конца то есть потом вот вот эту и последнее уже можно обновить значит дикт апгрейд и апдейт ну как обычно все система обновлена и вы увидите ubuntu где этом что хотел бы посмотреть ну в общем увидите 1804 сейчас не буду искать далее проверил у меня отработала ubuntu клянец нормально отработала в чем у меня конкретно были проблемы у меня были проблемы с virtual box вот тоже дам ссылку короче все система обновилась все программы все что были у меня в 1604 пайтона там и 27 и 3 4 3 5 3 6 все она установила потому что я проверял по чаром android studio intel лишь то есть все работает вот это не проверял это тоже работает все работает но с virtual box у меня были проблемы короче не смог он скачать я искал искал но потом нашел такую вещь я вам тоже дам ссылочку может у кого-то будет такие проблемы так не то грубо говоря что я сделал сначала я попытался а у меня не установлен не устанавливался virtual box expo пакет и поэтому когда я попытался здесь апт до в терминале но когда я пытался запустить программы какие то есть обновление но грубо говоря ошибка выдавала что нельзя установить пакет тогда что я сделал сейчас постараюсь найти грубо говоря установку последней версию то у виртуаль бокс здесь 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 сейчас я скажу вот здесь есть установка виртуаль бокс то есть добавил дальше а сначала я удалил сначала общем удалить старую версию потом вот тут человек пишет суда апт инсталль виртуаль бокс два раза тап и у вас список последнюю версию выбираете и почему не устанавливалась а потом как он рекомендовал так как у меня выдавала ошибку и вот этот пакет кстати вот эти справа стали вот этот пакет виртуаль бок x pack не устанавливался так вот когда я сайт установил то дальше он объяснил просто переходим на официальный сайт виртуаль бокс после установки виртуаль бокс далее находим alt platforms и просто-напросто у вас будет когда открыто виртуаль бокс открыть выбираете здесь в виртуаль бокс и все и по сути дела тогда виртуаль бокс все плагины установила и виртуальная машина как вы видите отлично заработала но не по некоторым вещам не надо видов все все остальные лично у меня пакеты обновились без каких-то проблем значится что еще хотя мне казалось что я накрутил накрутил тут разного что еще здесь такого есть значится ну смотрите вот здесь вверху обзор то я сейчас программ обзор вот тоже выбирается вот здесь вот рабочие столы выезжает по сути дела я думаю что это можно настроить справа слева по сути дела вот это обзор грубо говоря внизу такое окошко здесь приложение по сути дела ребят довольно удобно все быстренько нашел когда знаешь как называется там быстренько раз нашел и понятно все они сразу показываются в последних если когда-то раз популярные которые часто находил они все здесь что у нас здесь но обычный гном стол да что у нас здесь здесь у нас стандартная как гномы вот микрофон у меня появился вот динамик далее сети далее вот так выглядит сейчас файл настроек то есть не так как раньше было а списком и щелкаем выбираем фон поиск то есть ну по сути дела но очень понятно далее на рабочем столе если взять то здесь вот изменить фон параметры 10 дисплея опять же параметры системы еще у меня была такая вещь до граб все вот это установилась автоматом но по сути дела вот это вот ссылочка как я говорил что она это вот именно тот механизм которые разработали современный механизм которые разработали разработчики ubuntu для обновления от версии к версии чтобы у вас ничего здесь не сломалось но говорим максимум где-то может быть вот у меня виртуальбокс что-то я увидел у людей тоже были такие проблемы но я вам сказал что делать все остальные программы которые я проверял вот целый вечер сидел проверял но все работает все остальные программы ну щелкал 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 что мне надо еще тут появилось каких-то других то есть все нормально работает вот так сейчас выглядит менеджер поиск поиск ну и ищем там чтоб имели представление вверх вверх туальбокс есть есть стандартная я пытался установить стандартную хотя на 1604 отлично становилось но говорю здесь и чего-то с плагинами она предупредила что много вещей будет отсутствовать тем не менее когда все работает работают и новая то есть суда апт менеджер апт новый с таким же расчетом работает и предыдущие апт менеджер то есть апт гет также работает в новой версии то есть можем использовать и апт менеджер и апт гет в групп в групп некоторые вещи поменялись но я туда не лезу оно просто мне начало ну пишет что назначение групп таймаунт ненулевого значения при заданной групп больше не поддерживается ну ладно не поддерживается что еще рассказать то есть поняли как выглядит убунту 1804 в принципе то не знаю но так вот меня потянуло вот дубл командор сейчас посмотрим то есть тоже все вот все программы которые у меня стояли там все работает вот такой проигрыватель так как у нас получилось еще и база то есть мы сейчас по скорости работы первый раз ну а я так понимаю набирает обороты пока система ну вот по чарам это вот я еще не запускал но вот так запускается довольно быстро ну а потом уже будет летать потому что в принципе ребят смотрите еще такой момент ну а дальше еще быстрее это ребят ладно вернусь туда вот здесь когда вы будете вводить команда оно скачает обновление а потом у вас прямо в терминале пойдет и пойдет и пойдет я не знаю что вы будете делать оно там предложила выбрать мне клавиш сочетания ну то есть переключение я выбрал то что у меня было shift alt и далее начала предлагать варианты очень много вариантов но везде было там значение по умолчанию грубо говоря я везде жал enter когда я перевел просто чтобы знали что когда у вас будет тоже останавливаться предлагать выберите вариант когда я перевел что это означало что грубо говоря оставить мои настройки которые у меня были в этой ubuntu ну именно мои и я везде оставил свои устроен настройки потому что меня они устраивали и проверил я тоже это что именно так оно и было а проверил я некоторые настройки так сейчас сейчас вот так как настраивал ubuntu 1604 просто для себя проверил в некоторых файлах где я уже делал изменения ну допустим где я настраивал там свап поэтому я быстренько для себя проверил то есть настройки действительно все остались мои и я помню выставлял свап один и вот он у меня остался то есть все настройки остались итак подводим итог по сути дела ubuntu 1804 просто более плавные сейчас можно наверное эту анимацию отключить но хай будет ну вот такой вот обзор и дам страницу как обновлять но опять же ребят обязательно надо сохранить как я говорил system bug то есть сделать точку я для себя оставил версию вот я знаю что у меня вот то что я просто вы будете свое делать а у меня вот за 01 число это 1604 поэтому ну навряд ли я уйду с 1804 короче ну как то вот за вечер я и не скажу что я много там ковырялся за вечер я ну разбираться тут незачем ну давайте еще раз пробежимся разбираться здесь нет незачем внизу экранчик здесь все программы как в обычном gnome то что вы часто пользуетесь оно в популярных переключается далее здесь вот наши настройки и мы можем смело также выбрать настройки в параметрах и дальше настраивайте то что вам надо и так далее и так далее следующий момент вот у меня стояли утилиты и в принципе вот рабов выбор папок вот тут единственно в меню вот раньше бы выезжали а сейчас поменялось что она вот так вот раскрывается но в любом случае все работает вот скоробей работает то есть вот так вот уведомления теперь тут всплывают хотя я устанавливал раньше но сейчас оно по сути не надо потому что они здесь всплывают далее ну раскладка та же тут ничего сильно хитрого нету и как у меня был настроен менеджер так он и есть вот в принципе и все ну какие впечатления за вечер не знаю ну вот буду работать дальше программировать но по ощущениям вот видео пишется пишется все нормально по сути дела гном остальное ну как там ну в общем ну в общем ну мне нравится понимаете я вообще от Ubuntu тащусь тащусь вот я вам еще дам видео вообще обязательно посмотрите здесь на ютубе есть видео я дам ссылку не на ютуб а на сайт как раз будет и полезно вам значит на сайте ну здесь есть оно потом можно его не найти но где точно оно есть сейчас покажу чтобы вы посмотрели про Ubuntu вот здесь есть сайт spb-tu.ru есть тише бурсыновский расширенное изучение Python и я вам дам ссылочку хотите узнать что такое да там захотите не захотите посмотрите уроки суть настоящего обучения Python внизу Ubuntu после трех лет вот это тут было у меня еще 16.04 но ребят те кто на windows вот те кто приходит в школу это сейчас немножко ребят да большинство уроков написано под windows и так работает но я просто рекомендую вам начать грубо говоря учиться или там программировать пусть вы с windows а потихонечку переходить на линукс и поставить для себя задачу три месяца за три месяца стать уверенным новичком когда будете взял где-то там настроил все пашет как танк не не как танк пашет как как луноход марсоход динозавр вот ее надо настроить вот настроил сохранил и все бубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубубуб Просто сам процесс, вот надо этому научиться, а когда говорят, ребята, ну понесло меня немножко, ну ладно, вы знаете, ведь те, кто с Windows, они боятся вот этой командной строки, но ребята, для программиста командная строка, с которой управляется вся система, это благо, и вы знаете, сколько здесь возможностей, ой, мне еще до пенсии изучать. Ну это безумно интересно, но мне вот это нравится, никакой тебе не дифрагментации, слушается командную строку, да, кстати, проверил, ну настраивал базы данных, и PHP он мне при обновлении установил, и пожалуйста, локальные базы данных, все, все осталось. Я говорю, когда я думаю, ну сейчас думаю, пайчаром запущу после обновления, и сейчас вдруг там Python не установлен, ну установила свои новые версии 18.04 Python, где там моя эта программа, а вот она открыта. Ну нифига, тестовый сайт SPB сразу, у меня, я знаю, что он на 3-4 Python, так, я не понял, ты, 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 ты меня подводишь, товарищ. О, все, видите, это уже, то есть тестовый сайт, все, то есть все, все обновилось, поэтому я много статей находил, но вот эта статья, которую я дам ссылку, спасибо, дай бог, здоровья этому хлопцу. Ну, я Моцарта, когда работаю, я всегда слушаю Моцарта, симфонию 40, включаю, и она у меня играет, тогда как-то оно приятней. В общем, ребят, вот такой обзор. И для тех, кто работает на Windows, я в школе уже не говорю, что там я не обсуждаю даже лучше, хуже, я говорю так, хотите, хотите постоянно проблемы, то работайте с Windows. Вы знаете, вот за 3 года я только сейчас понимаю, я забыл, я забыл много вещей, настроил, и вот, вот за эти много времени, вот сейчас я настраивал, подстраивал эту систему. А так вот она 16.04 у меня бомбила и бомбила, обновиться себе, обновлю, все, и погнали, и погнали, и погнали, работаешь, только работаешь. Ну, это кайф, конечно. Ну, вот тут еще можно завершить работу сразу. У меня раньше я привык в левый край, а эти, ну, чтобы посмотреть все, ну, сейчас привыкну так, наверное, можно, быстренько можно выбрать, да. Ну, в общем, как-то так, ребят. Вот такое вот приподнятое строение. Ну, и говорю, что, вы знаете, вот, вот что, вот если бы мы мне спросили, сказали, вот, Бовсыновский, вот, ну, что ты можешь сказать, вот, что для тебя Убунту? Ну, ребят, вы знаете, я бы, наверное, минут часа два сначала думал бы название, навряд ли придумал. Ну, что это? Танк, это планета, это, нет, это галактика. О, галактика, это галактика, но в виде большого-большущего вот этого вот танка, тигра и все. Вот его настроил, и он бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу такими большими колесами и тянет тебя вперед. И самое интересное, вы знаете, ну, это смешно, конечно, но мне как-то и программировать нравится. У меня третий год, мне пропадает ощущение, вот, зайти еще раз, еще сегодня в эту систему и опять насладиться. Где-то там начинаешь сталкиваться с какой-то вещью, настройкой, и когда берешь вот этот терминал, открываешь, и ты начинаешь понимать, что тебя через него вся система слушает, и ты начинаешь еще больше думаешь, боже мой, ну, как это все узнать? Ну, как, как, как? Затягивает программирование, на то нет времени, на это нет времени, но по чуть-чуть все равно. Я тот там почитаю, тот там почитаю. Наставил там и все редакторы, вот, я люблю медит, он простой очень, и все прочее такое. В общем, так, ребята, рассказал больше эмоционально, наверное, ну, пусть будет так. Продолжение следует... Продолжение следует...